Всем привет! Вы слышите и немного видите Лёшу Халецкого. Я вышел с очередного киносеанса и готов записать видео в рубрике «Лёша смотрит». Только что мы посмотрели фильм «Пассажиры». Ничего такой фильм, но вот именно что ничего. Я не думаю, что он войдёт в какие-то аналоги киношедевров или вообще о нём вспомнят месяца через два. Будет всё... Будет намного всяких интереснее в фильмах выходить. И даже вот недавний изгой, на который мы ходили, по-моему, более занимательное зрелище. «Пассажиры» — это фильм из категории «Одиночество в космосе». Так, в общих чертах, ну, собственно, трейлер об этом и рассказывает, летит корабль с пятью тысячами человек, который находится в анабиозе. Он полностью автоматически летит к новой планете, которую они собираются заселять. Что-то случается, внезапно что-то случилось. И некоторые люди просыпаются и понимают, что им ближайшие 90 лет придётся проводить на этом корабле. И они решают понять, что произошло. Но, как бы, получается две проблемы — техническая и проблема конкретно с людьми самими. Такой небольшой спойлер. Вот эти проблемы решаются. Но дело в том, что, по-хорошему, конфликт несколько надуман, так уж, если говорить откровенно, с одной стороны. А с другой стороны, фильм больше, пожалуй, романтика, чем саспенс, хоррор. То есть, если вы хотите действительно триллер об одиночестве в космосе, то я вам рекомендую два фильма. Это, естественно, «Одиссея-2001» Стэнли Кубрика. И вот из недавнего, по-моему, лет шесть назад он выходил, «Луна-2112», по-моему, фильм называется. Там тоже не совсем в космосе, «Одиночество на Луне», но тем не менее. Вот это действительно триллер. Там вот переживаешь за персонажей, которые в этих фильмах есть. Здесь два главных героя, сыгранные Крисом Пратом и Дженнифер Лоуренс. Уже, как бы, эти два актера нам всячески кричат, не ходите на этот фильм, что там будет такая гламурная попса. Но, в принципе, неплохо. Неплохо сыграно. Я не знаю, почему так считается секс-символом Дженнифер Лоуренс. Вот в этом фильме, естественно, постоянно ее филейные части показывают. С всех сторон иногда показывают и филейные части Криса Пратта. Извините за спойлеры. То есть тут скорее приглашенные актеры именно для того, чтобы люди пошли на них смотреть такие суперзвезды. По-моему, можно было выбрать более людей, которые лучше умеют играть, чем эти оба. Ну, мне вообще Крис Пратт очень нравится как комедийный актер, несомненно. Но тут не комедийного плана роль, это такая драматическая. Вот в парках и зонах отдыха Крис Пратт великолепен в течение всех сезонов. Дженнифер Лоуренс же просто, ну, секс-дива. Я не вижу какой-то особой от нее игры. Ну, фиг с ним, это мои личные грибабахи. И сам же фильм скорее такая романтическая история. То есть на нее можно сходить студенту с подружкой, чтобы вот после нее, после этой истории вместе заглянуть в кафе, съесть круассан с кофе, поговорить. Но если вы много фильмов за свою жизнь уже видели, то эта история вам покажется банальной. Сейчас ручка влазила в кадр. То есть никаких откровений вы не увидите. Вы примерно будете себе представлять, что будет происходить дальше. С другой стороны, слава богу, сильно уже много пафоса не было. Хотя, опять же, есть в некоторых сценах, когда надо действовать быстро, и герой обязательно должен встать какую-нибудь в позу и героически что-нибудь сказать. Или не героически, а с придыханием. Или не с придыханием, а с ужасом в голосе. Понимаете, вот когда надо что-то делать, начинается такой этот... Ну, это редко, по крайней мере, не так часто, как в «Команде самоубийц» было. Тут терпимо. Но все-таки, по мне, так фильм скучноват, откровенно говоря. Вот для меня там очень много фантастического, но, по-моему, собраны штаммы из всех фантастических фильмов, которые были до этого. То есть все там роботы-уборщики, компьютеры. То есть вы не увидите каких-то новых идей. Поэтому если как вот романтическое кино, по-моему, нормально. Там, тем более, о взаимоотношениях людей, там больше именно такой мелодрамы, то есть столкновений людей, чем фантастики, по-хорошему. Но, с другой стороны, фильм скучноватый. Ну, блин, не на елки же пятить, правильно, сегодня. Так что вот такое мое мнение об этом фильме. Фильм «Пассажиры». Если помог определиться с выбором, я рад. Ну, а вы видели и слышали Лешу Халецкого. Смотрите умное кино.